хайл гайз с вами шумики мы продолжаем пройти ру под названием розовая пантера право на риск короче узнал как все это делается здесь короче нужно вот где игра где менюшка тут будет пик и нажимаем вызов короче это походу животные животные одежда люди еда искусство страна религия музей короче понятно nice nice поиграл в игру давайте продолжим когда пойму как вызвать то что мне нужно короче я понял блять я думал я с помощью этого прибора могу телепортироваться оказывается нужно в самолет и все в самолет мы с вами отправляемся и пристегнуть привезные ремни наш самолет готовится к вылету хорошо мы получили разрешение на вылет если вы пристегнете привезные ремни мы сможем вырулить на полосу хорошо добрый день розовая пантера вас приветствует авиакомпания аэрошлепен наш полет будет проходить на высоте 12000 метров после того как мы выйдем на заданную высоту вы сможете отстегнуть ремни и свободно перемещаться по салону походу все не желаете ли пообедать с удовольствием так что тут еще есть телевизор через несколько минут мы совершим посадку в лондоне погода так себе сплошной туман компания аэрошлепен благодарит вас за внимание я хотел телек нажать сэр болди старейший член парламента и сегодня он уходит на пенсию боюсь он еще и до середины своей прощальной речи не дошел как бы мне хотелось ее сократить так мячик там а ясно мне туда не пройти так так easy вы будете что-нибудь покупать или нет а где же наш мяч о пацаны у меня был ваш мяч а давайте дождемся пока не под тема кто-то пойти давайте сейчас они вернутся моим мячик вернем такси мячик приготовлю на всякий случай а ну-ка может мне нужно сюда подходить вы будете что-нибудь покупать или нет не этот ли мяч вы ищете да я мой классный мяч я в команде хукер простите кто вы в команде он в команде хукер а я капитан мы готовимся к мировому кубку понятно просто вы сказали и я подумал в общем не важно клянусь мы проиграли в натуре если ты не нашел мой клёвый мяч я тебе хочу отплатить понял ух ты это точно что ты я застоялся пошли так хорошо ну там не пройти потому что этот слишком сильно разоваривает мы пришли в какой-то бар а тебе что надо старик сыграем в дарт мы с приятелем не играем с незнакомцами а со мной все в порядке я такой же как вы ооо к нам пожаловал клоун высокий розовый клоун с хвостом объясняю ты не знаешь как меня зовут а я не знаю как тебя зовут ты не знаешь как его зовут а он не знает как тебя зовут так что мой друг ты не знакомец окей что с осторожками она так похорошела когда бросила его а он никогда не выглядел так плохо подслушиваешь да подслушивать нехорошо сплетничать тоже нехорошо а кто сплетничает мы просто рассказывает друг другу новости вот именно а если у тебя нет свежих новостей то убирайте ладно мне тогда и выводим я злой как черт ой душа говорит где мое пиво хорошо ему сложно еда этому приготовленная еда очень кушать хочется а что это ты на меня уставился я простой британец я не понимаю сижу в британском пабе в британии да это я все нормально приятель я просто сижу тут выпиваю никого не трогаю что по менюшке бенгерсы и толчонка ну бенгерсы толчонка бенгерсы это сосиски а толчонка это толчонка футбольчик футбольчик ба головой бейсбол похода а футбол показывают а как же прошу прощения но это не футбол они пинают мяч ногами это футбол это игра не футбол а что же это по твоему сокер сокер о боже что такое что было она его побила привет красавчик пивка не желаешь нет я герой мультфильма не пил пиво для полицейского быстро так это тебе ведь мне а прекрасно я из дежурства понимаешь пиво и закуска для почтальона быстро а так это почтальон каждый день я заказываю это на ланч а пришло ли им в голову назвать это завтраком почтальона нет и нет бифштекс пирог с почками и розовый джин для адвоката неси а чё это я типа подрабатываю значит вы и есть адвокат работаете над делом ну и как если бы я работал над делом то разумеется был бы не вправе обсуждать насколько я близок или далек от победы что у тебя в тарелке бенгерсы и толчонка бенгерсы и толчонка а мы так называем сосиски с картофельным пюре а понятно где мои бенгерсы с толчонкой девушка я раньше него заказал скажи ты не против если я одолжу у тебя один из этих эмммм бенгерсов а что я буду с этого иметь молодец сынок ну у меня есть футболка машину быть отвали окей я не ношу рубашки с длинными рукавами отнеси эту дрянь в другое место добро окей можно быстро это скипать как-то походу нет найс короче давайте у нас будет одна серия это одна страна ну в принципе я могу ему дать это мужику тогда как вариант сколько стоит газета сам это фуфайка райана бура думаю да глазам не верю самого райана бура мой парень от него без ума меняю фуфайку на экземпляр газеты ну конечно дружище так вот возьми еще и это фуфайка саму пурина бура вот это да так, ну во-первых мы получили походу комикс да и газеты ага давайте короче вернемся Пацану я там, короче, тогда комиксы А он мне даст сосиску Сосиску я использую на мужике В штаны ему засунут Потому что собака очень голодна Поменяешь одну сосиску на комиксы? Давай Так, теперь сосиски Я смотрю, вы тут не сидите без дела Грязь жаловаться, грязь жаловаться Извини, приятель Я тренируюсь, а ты мне мешаешь Ну ладно, тогда сюда Говорят, что королева отмечала свой день рождения на дискотеке И на ней была диадема с искусственными бриллиантами Так, так, так Ну-ка, присядьте Нам есть о чем поговорить Ходят слухи, что одна хорошо известная нам особа Влюбилась в члена парламента Не может быть Влюбиться в твоем возрасте Кто этот счастливчик? Сэр Болдли Я написала ему любовное письмо И хочу, чтобы вы знали об этом Мой обожаемый Болдли Я люблю тебя так Как не любила ни одного лысого мужчины в своей жизни Ага А теперь мы с вами тогда идем туда И тогда дадим письмо мужику этому Что? Срочное послание для сэра Болдли Передайте это мне Любит Она любит меня Хм И в заключении Это Да Так До свидания Мой толстячок Она Любит Меня Она И вправду Любит Меня Готово Так, теперь с партнером У тебя плохое настроение? Друг Найджел Уехал Мне нечего делать Я умираю от скуки А куда уехал Найджел? В летний лагерь Звонко и чего-то там Какая разница Все равно дурацкое место Уверен, что там не так уж плохо Грязная свалка Уж я-то знаю Мы с Найджел Ненавидим его И школу мы тоже Ненавидим Найджел не ненавидит школу Я точно знаю Поверьте мне Мы все Ненавидим Ладно Твой приятель Найджел Оказался на грязной свалке Что по-твоему Мы можем для него сделать? Так Надо подумать Прости Я опоздал Нужно было уладить Кое-что Любишь овощную рагу Да? Пойдем Рука Так А как же Найджел? Найди его дворецкого Его зовут Джексон В гадком утенке А, походу Тот был Джексон Значит его зовут Джексон Опять придется пойти в гадкий утенок Ну, нормально Здесь всего лишь две локации Мы потратили 5 минут Только на то Чтобы, блядь, пойти Как переместиться в Англию Поэтому Нормально Майджел Вы, случайно, не Джексон? Да, это я, сэр Мое полное имя Майкл Катберт Джексон Но, прошу вас Не уговаривайте меня Метнуть все дротики В десятку Не буду Я и сам не прочь это проделать Кто следующий? Я Вы играете в дротики? Смотрите сами, если не верите Все? А Ожидаем Неплохо, дружище Благодарю, Джексон А Найджел тоже любит дротики? Найджел? А откуда вы знаете Найджела? Я его друг из лагеря Звонкое Эхо-Хо Что случилось с моим маленьким господином? Его кто-нибудь обидит? Нет-нет, я просто решил привезти ему что-нибудь из Англии Он немного тоскует по дому Тоскует по дому Я так и знал Бедный маленький мальчик Мой милый Найджел Как по-вашему? Что ему привезти? Думаю, надо отвезти ему Гая Какого? Гая Его игрушку Гая Фокса И здесь есть музыкальные такие сценочки Не знаю, стоит их пропускать Либо давайте их посмотрим Давайте посмотрим Думаю, авторские права не должны прилететь Сestens 10 кнт Время После膳ACE Устан Готово. Все. Так на что вы намекаете? Запомни, запомни, 5 ноября. В этот день дети сжигают чучело Гая Фокса. И вы мне все это рассказываете потому... Потому что Найджел никогда не сжигает своего Гая Фокса. Он любит его. Мне кажется, что он прячет от смещения. Какая замечательная история. Я привезу Найджелу его игрушку. А где он его держит? Я же сказал вам, я думаю, что он его прячет. Прячет? Прячет. Вы можете мне намекнуть, где я должен посмотреть? Думаю, в загородном доме его родителей. Поищите там. Вы отвезете меня туда? Для мистера Найджела я готов на все. Окей, значит, тут еще все-таки есть локация. Я уже на работе, приятель. И мне, как дворецкому, не пристало быть с тобой на короткой ноге. А о чем это вы? О, Джексон! Ладненько. Пофигарили. Вот это я тоже часто помню, вот наш Мау смотрел. Простите. Привет, Пантера. Что за спешка? Скажи мне, или станешь пешкой? Похоже, моросит. Надеюсь, это не испортит мой прикид и не нарушит моего стремления направить свои стопы в сторону соседей. Мне весело, и я хочу летать. Надеюсь, это видно по ухмылке на моем затылке. Что ты несешь? В моей бессмыслице есть скрытый код. Найди его и двигайся вперед. Я знаю, ты смышленый малый. Ну, говори. Ведь, парень, ты не промах. Используй свой качан, а то стоишь, как полу. Ты думаешь про шляпу и прикид? Про шляпу и про что? Пой мою песню и думай о ней. Тогда я исчезну с дороги твоей. Если ты без белья, без прикида и шляпы, значит, скоро наденешь свой парадный... Пиджак. Ты понял правильно. Прикид, это одежда. Костюм, по-вашему. А чем ты думаешь, приятель? Ну, это носом, а глаза мне имеется в виду, головой. Хочу ли я туда пойти или дорогу перейти, направлю я туда свои скопы. Их пара у меня. И это... Ноги. Ты молодец! И ты знаешь ответ. Скажи, наконец, где ухмыл-то моя? Гримасы, кривляние, брезгливость и гнев, они все на месте. Но где же оно? У вас на затылке? А может быть нет? Каким же будет ваш ответ? Подожди, эмоция. Мои поздравления, приятель! Ты молодчина! Ты быстро все понял. А теперь объяснимся с тобой напоследок. И закончим на этом наш рифмованный праздник. Похоже, моросит. Надеюсь, это не испортит мой прикид. И не нарушит моего стремления. Направить стопы в сторону соседей. Мне весело, и я хочу летать. Надеюсь, это видно по ухмылке на моем затылке. Надеялся, что Дождик не испортит твой костюм. И называл его своим прикидом, чтобы пойти к соседям нужны ноги, которые ты почему-то обозвал стопами. Я хмурый, ты веселый, затылок ни при чем. Ты думал о лице и больше ни о чем. Мои поздравления, приятель! Он полетел. Он хотел полететь и полетел. Все. Через эту дверь горничную не ходит. Вам придется убирать постели, открывать шторы, наполнять грелки горячей водой, разжигать огонь и переворачивать матрацы перед сном. Очень веселое времяпрепровождение. Довольно веселое, да. Ну, а повар второй по значению после меня. Вам придется готовить пищу, а когда не хватает рук, заниматься грязной работой. Хорошо, что у нас еще есть. Фу, блядь, напугал, нахуй. Котик меня мой. Блядь, вон там кто-то за окном ходит. Три часа ночи, блядь. Кто там будет за окном ходить? Звуки пропали. А что он за костюм одел? Хотя бы дворецкого? Ладно. Нет, ребят, не хочет оно, короче, делаться. Там на 10 секунд оно должно было быть. Вот это типа диалог и все. После чего он потом снова переодевается и заходит. Ну, как вы видите, в нашем случае, так как отсутствует звук, отсутствует и диалог, а значит отсутствуют и дальнейшие скрипты. Поэтому как-то так. Ладно, давайте тогда на этом, я думаю, мы закончим. Я вырежу немного потом вот этой задержки, где мы просто молча сидели. Я еще поищу версии. Если смогу, у меня диск вообще есть с данной игрой. Но у меня здесь с кого-то на сейчас проблема. Короче, когда все мы решим, все сделаем, настроим, тогда я продолжу проходить данную игру. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok по прохождению, либо еще типа того, то будем просто перезапускать. Панферсон к отцу Найджела. Панферсон к сэру Мэнли. Прошу вас. Панферсон. Нет, не могу еще ничего изучать. Боже мой. Мэнли? Вы ли это? Простите. Сколько лет, сколько зим, Мэнли. Я проезжал верхом мимо вашего прелестного дома и решил поприветствовать вас. Очень мило, что зашли. Панферсон. Панферсон. Розуэлл Панферсон. Ну, для вас я просто... Розуэлл. Вы вспомнили? Выпейте чай, Розуэлл. Ну, не откажусь. Почему бы мне не согласиться, если я еще не сказал нет? Добрый день, сэр. Ваш чай. Выпейте глоточек? Полтора. Жажда мучит. Один кусочек или два, лорд Панферсон? Ни одного. Будет в самый раз. Совсем без сахара? Может быть, лимон или молоко? Благодарю. Я предпочитаю простой коричневый чай. Коричневый? У вас ведь коричневый чай, не так ли? У нас сегодня Эрл Грей, ваша милость. Грей меня вполне устраивает. Налейте мне, любезный. Дневная позиция. Оставьте у меня на столе, Джексон. Вы свободны. Что-то ему, кажется, не понравилось немного кофе. Вы охотились сегодня утром, Панферсон? И это у людей называется отдыхом. Чушь! Я бы нашла, чем заняться в это время, вместо того, чтобы преследовать кого-нибудь из них. Нет, я вегетарианец. А мне нужно вернуться. Охота еще не закончилась. Хитрый маленький зверенок. Пообедайте с нами сегодня вечером. Удовольствием? Замечательно. Ослабьте ваш ремень, друг мой. Если я правильно понял повара, у нас будет ростбиф и йоркширский пудинг. Великолепно. Действительно, не мешает ослабить ремень. Мне пора. Так, ладно, давайте смотрим, что здесь есть. Угу. За щитом. Хорошо. Получается здесь. Счета, счета, макулатура, а я бы мог стать миллионером. А это что? Дорогие мамочка и папа, я ненавижу этот лагерь. Мне очень плохо, я хочу домой. Пожалуйста, заберите меня отсюда, ваш несчастный сын Найджел. Ну это, я думаю, лучше себе оставить. Так. Что у нас еще есть? Картины. Держи пять, ваше преосвященство. А это прапрабабушка сэра Мэнли. Висит немного криво, но даже это не может уже ее испортить. Так, а что здесь у нас? А здесь один из самых прекрасных пейзажей. Середина лета, восход солнца в Стоунхендже. Великолепное зрелище. Окей. Фамильный герб. Очень величественный. Он столько может рассказать. Найджел просто обожал верхнюю левую часть, где изображен этот маленький веселый единорог. Когда он еще не был помещен в рамку, маленький Найджел мог часами поглаживать единорога. Видите, там слегка потертая ткань. Добро. Ах ты! В нашей семье единственный герб был на моей зубной щетке. Так, ты открываешься? Нужно сосредоточиться. Очень много дел. Так, подожди. Еще раз можешь открыть? Кукла находится там. За шкафом. Мне нужно нажать на вот эту. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Может мне дверь нужно закрыть? Странно. Ах ты! В нашей семье единственный герб был на моей зубной щетке. Как мне тогда это провернуть? Интуиция подсказывает мне, что я что-то пропустил. Ах, ну, стол. Взять идет и расчеты по этому. Чиф Эрчев. Может зеркало? Нет. А, кочерга. Кочерга. Ну, и с помощью кочерги это стало. Нет. Ладно. По-моему, я уже достаточно поработал здесь кочергой. А на картину? Подвинуть картину, оказывается, нам надо. По-моему, я уже достаточно поработал здесь кочергой. Но он не достает. Ладно, может пойдем дальше? Нужно сосредоточиться. Очень много дел. Он не хочет доставать. Хм, зеркало. Да нет. Ладно. Это имеет отношение к гербу. А. Серьезно? А, вот почему Найджел такой красавчик. Я думал, наверху вот этот, который. Какой причудливый канделябр. Ладно. Да, укромное местечко Найджел. Мистер Гай Фокс, если не ошибаюсь. Тогда все просто. Это плохая примета. Подниму-ка я зеркало. Ну скажи, на кого я походу? Я всех спасу. Я могу все. Я самый великий и самый розовый. Все, все. Теперь моя очередь. Угадай, кто я? Привет, фон Кепкин. Чем могу помочь? Я решу любую проблему. Молодец. Классно. Теперь я. Окей, побежали за ними. Все-таки, наверное, я вырежу и соединю с предыдущей серией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь шутковатая музыка. Очень смешно. Умники. Ну ты даешь, Луи. Так, солнце встает. А, оно все еще встает. Ну в принципе, он... У нас здесь все это зеркало. Это уж слишком. Они явно не заботятся о своей внешности. Это уж слишком. Они явно не заботятся о своей внешности. Ладно. Рано еще тогда. Теперь моя очередь. Я розовая пантера. Я розовая пантера. Я розовая. Я розовая пантера. Ну, кто это был? Розовая пантера? Ну-ка, понюхай это. Может, сюда кто-то его поставить нужно? Это уж слишком. Они явно не заботятся о своей внешности. Я не пытаюсь украсить Стоунхедж. Я просто хочу вернуть свой комбинезон. Ммм. А ну-ка. Ты что-нибудь слышишь, Луи? Успокойся, приятель. Это ветер. Не будь пугливой кошкой, старик. Еще раз. Давай попробуем. Ты что-нибудь слышишь, Луи? Успокойся, приятель. Это ветер. Не будь пугливой кошкой, старик. Хорошо, давай на тебя. Дурацкая розовая одежда, с дурацкими розовыми волосами, стою тут целый день, как последний дурачина. Кто это? Эй, Фло, что ли? Из соседней Замигановки? Как? Солнышко. Солнышко мне нужно вызвать. Хм. Я не пытаюсь украсить Стоунхедж. Я просто хочу вернуть свой комбинезон. Подожди. А куда тогда зеркало? Походу, еще что-то нужно сделать. Мне нужно, чтобы солнце вылезло. Ну, это сложно. Это очень сложно. Ладненько, что придумаем. А, короче, понял я. Так, так. Блин. Кто я? Где я? В какой стране? Мне нужен ключ. Это ключ? Ты что, меня изображаешь, Луи? Да не тебя, идиот, а розовую пантеру. Ну, тогда ладно. Короче, вот что нужно было сделать, оказывается. Смотрите. Я заметил, короче, когда он его бьет. Ты что-нибудь слышишь, Луи? Он голову поворачивает и смотрит сюда в какой-то промежуток времени. Не будь пугливой кошкой, старик. А вот теперь я могу использовать зеркало здесь. Да. Мопсик, дружище, я же просил тебя упаковать мои тени. Луи, я здесь ни при чем. Походу, готово. Поговори со мной, дружок. Антенна, у нас беда. Малышка Чион из Египта очень расстроена. Говорит, что ненавидит лагерь. Она сбежала несколько часов назад, перехватив с собой аэродоску. Боюсь, она решила улететь домой. Мы причесали все окрестности, но не нашли ее. Пойду искать ее дальше, а ты отправляйся в Египет. А где мне ее искать в Египте? Имичиона означает дочь Нила. Так что поищи ее на берегу реки. На берегу реки? На протяженность Нила 4163 мили. Да. Так что не теряй времени. Я отправил за тобой ее самолет. Подожди секундочку, я только загружу в пик сведения из египетской истории и полезную информацию для путешествия. Отлично. Все в порядке. Ну, в принципе, готово. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.